МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Показатели достигнуты. В Доме правительства обсудили реализацию республиканских госпрограмм. Ремонт тает вместе со снегом. Активисты ОНФ проверили гарантийные дороги Чуваши. Мы вместе, Чебоксары, празднуют пятилетие воссоединения Крыма с Россией. Михаил Игнатьев назначил Петра Чекмарева полномочным представителем Чувашской Республики при президенте Российской Федерации. У Петра Чекмарева большой опыт работы на государственной службе. Член Академик Россельхозакадемии он на протяжении многих лет возглавлял Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России. Михаил Игнатьев уверен, что работа в одной команде даст результат главной задачи взаимодействия федеральных и региональных органов власти при реализации национальных проектов Чуваши. На встрече обсудили основные вопросы, на которых новому полпреду Чуваши при президенте России следует сделать акцент в своей работе. 17 видов и 101 миллиард рублей финансирования. Это итоги реализации государственных программ Чуваши за 2018 год. О достигнутых показателях и планах на 2019-й далее. Чувашский и Кадетский корпус, Московский мост, 5 сельских домов культуры и 25 фапов. Все эти объекты построили в прошлом году по разным государственным программам. По степени достижения целевых индикаторов 5 программ признаны высокоэффективными, 12 эффективными. Их реализация дает результат. Продолжительность жизни выросла, а смертность уменьшилась. Возросла доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Индекс производительности труда возрос на 4,5%. Уровень преступлений, совершенных на улицах, только за год снизился более чем на 17%. Увеличился экспорт продукции на 6,7%. Но есть и проблемы. Несвоевременное освоение средств, некачественная документация, растянутые сроки проведения торгов, недостаточный контроль. Пути их решения – усиление межведомственного взаимодействия, совершенствование системы целевых индикаторов. В этом году в Чувашии реализуется 21 госпрограмма. Инновацией вновь утвержденных государственных программ являются их сроки, еще раз напоминаю, до 2035 года, в соответствии к новой стратегии 2035 и интеграция в государственные программы региональных проектов. Кроме того, новые программы сегодня у нас имеют облегченную структуру, что повышает их читаемость и прозрачность. 74 километра региональных и межмуниципальных дорог отремонтируют в этом году в Чувашии по федеральной программе. Такие цифры озвучены на еженедельном совещании в Доме правительства. В списке 29 объектов, по 10 заключены контракты. Объем работ большой, дороги ждет капитальный ремонт. Еще в планах построить 17 километров линии электроосвещения. На дорогах республики приняты противопаводковые меры, и начат ямочный ремонт. Дорожники уже залатали 4000 квадратных метров асфальта. Работа продлится до начала мая. Глава республики подчеркнул, за качеством работы подрядчиков необходим жесткий и постоянный контроль. Мы деньги даем, контракты подрядчики выигрывают, соответственно. Государственный заказ есть для них. Если на самом деле из-за своего бездействия они не выполняют свои прямые функциональные обязанности, соответственно, нужно, предъявляя соответствующие неустойки, попытаться растрогать договора данные и включать список недобросовестных подрядчиков. Уменьшить количество аварий и повысить безопасность дорог. К решению этих задач нужно подходить комплексно. В республике появится желтая разметка. Ее уже протестировали в Мурманской области и Карелии. Она неплохо себя показала и в дождь, и в зимний период, когда белая разметка, она с снежным покровом сливается. Поэтому глава ГИБДД здесь уже согласовывает всем субъектам Российской Федерации данный эксперимент. Поэтому мы тоже заявились. И данный эксперимент будет проводиться на Чебоксары-Сурское с 18 по 41 километр. Сейчас проект проходит в согласовании. После начнется его реализация. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. И в продолжении темы дорог. Пщероссийский народный фронт проверил, в каком состоянии в Чебоксарском районе находятся отремонтированные участки, на которые пока действует гарантия подрядчика. Выяснилось, что даже там, где ремонт был в прошлом году, не все благополучно. Ольга Пырочкина подробнее. Когда на телевидении идет репортаж про состояние дорог весной, зрители привыкли видеть огромные ямы. На трассе Аликовой Шаки на первый взгляд проблем нет. Но это только на первый взгляд. Здесь образовались трещины, которые станут ямами через год, если не принять меры. Данный участок по программе безопасной и качественной дороги ремонтировали в 2018 году. Сейчас только март 2019, а полотно уже в ненормативном состоянии. Длина продольной прещины по всему участку 32 метра. Здесь мы, как видим, более сантиметра на некоторых участках. Вот границы между участками с ремонтом и без. Друг от друга они практически не отличаются. В этот участок дороги в прошлом году вложили 51 миллион рублей, но как и на том участке, который не ремонтировали, в трещины буквально пролезает мой палец. Сейчас дорога на гарантии компании подрядчика. Все нарушения она должна устранить за свой счет. Чтобы эти трещины не разрастались, их планируют залить битумом. На вопрос, почему они вообще появились, начальник участка отмечает, это неизбежно. Мол, явление называется «отраженные трещины». Были на старом покрытии, будут и на новом, если не поменять основание. А этого контрактом не предусматривалось. По такой технологии, которая у нас здесь по контракту была, сетка трещин на любом случае бы появилась. У нас есть утвержденный госконтракт. Подрядчик не имеет права менять техзадание самовольно. Чтобы составить техзадание, нужен проект. А чтобы сделать проект, необходимо понять, какого рода работы здесь необходимы. Ремонт, капитальный ремонт или реконструкция. Вид работ, ремонт или капитальный ремонт определялся на основании, проведенной в 2017 году, научно-производственной фирмой «Дорсервис» город Владимир. По результатам технического отчета рекомендовано проведение работ по ремонту, а именно укладка выравнивающего слоя, в том числе использование фрезерования и укладка одного дополнительного слоя покрытия. Только вот при ремонте проведение экспертизы не полагается. Хотя именно она помогла бы выяснить, в чем причина постоянного образования трещин. К примеру, подмывание грунтовыми водами. Круг постоянного заделывания постоянно образующихся трещин замкнулся. Наши эксперты делают вывод, что такие разрушения вызывают недостаточно устойчивая дорожная одежда. Учитывая, что на один и тот же участок в течение четырех, ну, пяти лет, скажем, потратили значительные средства, десятки миллионов рублей, мы считаем, что эти же деньги можно было бы использовать более рационально. На объездной дороге к полигону ТБО другая проблема. Это специалисты называют уже даже не колеей, а просадкой. На дорожное основание гарантия уже вышла. А вот на земляное полотно пока действует. Только кого заставить устранить нарушения непонятно. Строил дорогу Чувашавтодор, который ныне банкрот. Мы в любом случае, в рамках юридического поля, мы вынуждены как бы выйти, да, с этим, с этой претензией, с этим иском для понуждения, значит, этой организации исполнять свои обязательства, которые они взяли за себя в рамках контракта. Пока идут суды, гарантия может закончиться и на этот вид работ. Конечно, ради безопасности все исправят. Только, видимо, уже за счет бюджетных средств. Еще одна недавно отремонтированная дорога, которую собирались проверить активисты Общероссийского народного фронта, трасса Ураева-Магась-Нижний-Магась. Однако это у них не получилось. Одну из полос закрывали сугробы и налить. А значит, в зимнее время дороги содержались ненадлежащим образом. Но это уже совсем другая история. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередные изменения в транспортной системе столицы. Как и обещали в администрации Чебоксар, в рамках реформы на маршруты пришли новые машины. На 46 и 1 марта вышли дополнительно еще 10 автобусов средней вместимости. Всего на сегодняшний день муниципальную маршрутную сеть обслуживают 77 новых автобусов большой вместимости и 53 средней. О том, что еще изменится в рамках реформы, в нашем сюжете. С 23 марта по Чебоксарам начнут курсировать обещанные бездругие троллейбусы, которые соединят микрорайон Садовый с центром города. Правда, вместо запланированных пяти, пока в рейс выйдут четыре троллейбуса. Сейчас мы на холостом ходу обкатывали без пассажиров. Значит, с первого же дня будем мониторить, как это будет происходить, когда будет полный сбор. Были проплачены пять единиц троллейбусов, да? Поступило пока четыре. Так понимаю, что завод-производитель Троллза нас подводит уже третий месяц, не поставляет пятую единицу. Поэтому вынуждены запустить маршрут с четырьмя единицами. Тем не менее, какой прогноз по пятой единице? Ну, по пятому троллейбусу, в принципе, планировали они в начале марта-середине. Будем надеяться, что в апреле месяце троллейбус поступит и на линию выйдет уже пять. Изменения коснутся и схем движения 15-го и 22-го троллейбусов. На этой неделе рабочие завершат монтаж контактной сети по улице Чернышевского. Благодаря этому конечная остановка 15-го и 22-го станет не хлебозавод, а производственное объединение имени Чапаева. Количество троллейбусов на 22-м маршруте при этом увеличится на один. Количество троллейбусов на 22-м маршруте при этом увеличится на один. А интервал уменьшится на две минуты. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Чебоксарские огнеборцы в эти выходные ликвидировали пожар в одном из крупных ночных баров города. Видео с места ЧП наш канал получил от очевидцев. Пресс-служба главного управления МЧС сообщает, что на место происшествия прибыли сразу девять расчетов. Огонь уничтожил полностью второй и третий этажи. Эвакуировали шесть человек, пострадавших среди посетителей и работников ночного бара нет. Предварительная причина пожара – электрическое замыкание. Виновным грозят крупные штрафы, отмечают в МЧС. Российские регионы захлестнула Крымская весна. Пятилетие со дня воссоединения полуострова со страной сегодня отметили и чебоксарцы. Под лозунгом «Мы вместе» на площади республики прошел праздничный концерт. С места событий передает мой коллега Дмитрий Ковалев. Сотни голосов горожан сливаются в один большой хор. На площади республики звучат песни о нашей родине. Пять лет назад на карте России появились еще два субъекта. Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, войдя в состав Южного федерального округа. Именно 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о принятии Севастополя и Крыма в состав России. Всенародный референдум определил новый вектор развития страны. Выбор крымчан Чувашия поддержала. Одно из первых. Крым это должен быть наш. Он был наш и будет наш. Не то же наш, мы вместе. Теперь у нас есть очень, ну намного больше, ну много красивых мест появилось за счет как раз присоединения Крыма. Наша земля вернулась, наши пенаты. Лозунг «Мы вместе» как нельзя лучше отражает суть праздника. Чувашия поддержала Крым во время энергоблокады. Предприятие электрокластера и сейчас поставляет свою продукцию на полуостров. Спросом у крымчан пользуется и кухонная техника из Чебоксар. Между двумя республиками подписано соглашение о взаимодействии. Товарооборот уже превысил отметку 350 миллионов рублей. Но это только начало, отмечает глава республики Михаил Игнатьев. Мы в свое время ездили туда в 2015 году, подписывали соответствующие документы. Сегодня они к нам приезжают, мы едем к ним на оздоровление, на отдых. Там близких родственников очень много у наших жителей Чувашии, поэтому все развивается. Сегодня тоже жители Чувашии по велению души здесь собрались, потому что на самом деле сегодня вся Россия, все россияне отмечают этот замечательный, прекрасный праздник. Между республиками за последние пять лет удалось наладить тесное взаимодействие. Это слова главы Крыма Сергея Аксенова. Интервью с руководителем региона наша съемочная группа записала на полях инвестиционного форума в Сочи. Предлагаю послушать его отрывок. Бизнес Чувашский работает непосредственно уже на территории республики Крым. Все нормально, помогаем, оказываем содействие. Михаил Васильевичу огромное спасибо. То есть лучшие практики, методики нам всегда предоставляются. Советом дружеским, знаете, как иногда совет добрый, он лучше денег, то есть как бы оказывает содействие. Поэтому, слава богу, нет на самом деле и в рамках национально-культурных автономии, традиций, культура народов, проживающих в Чувашской республике, точно так же у нас развивается, популяризируется, участвует во всех фестивалях. Так что, слава богу, будем и дальше дружить, развивать отношения. С весной связана и еще одна важнейшая дата в истории республики. 236 лет назад, в апреле, Крым стал частью Российской империи. Черноморский форпост не раз подвергался атакам, но благодаря героической обороне враги отступали. Независимость и решительность крымчан подтвердил мартовский референдум. Более 96% жителей проголосовали за возвращение полуострова в родную гавань. Теперь это по-настоящему народный праздник. Мы! 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 И ура! В день официального воссоединения России и Крыма на площади звучат песни о родине, а горожане подпевают артистам. Прошло пять лет, а чувства по-прежнему сильны. Быть вместе в такой день для россиян стало важно. Концерты, посвященные крымской весне, проходят в каждом регионе страны. 18 марта для россиян историческая дата и большой праздник, который пока не отмечен красным цветом в календаре. Дмитрий Ковалев и Павел Оридков, Республика. 50 команд, более 500 участников и болельщиков в Чувашии стартовала 18-я спартакиада органов государственной власти и местного самоуправления. В минувшую субботу госслужащие выясняли, кто самый быстрый на лыжне. За эстафетой наблюдали мои коллеги Алина Сусметова и Валерий Резюков. К лыжной эстафете многие команды начали готовиться, как только выпал снег. А в последние месяцы перед стартом тренировки проходили ежедневно. Сегодня вышли первыми. Повезло, что мы тренировались каждый день всей командой. И каждый участник команды нашей внес свой вклад для общего результата. Неплохой результат показала и команда Минприроды Чувашии. Сергей Рудиков стал лучшим в мужском забеге и принес своей команде долгожданные баллы. Самое трудное – преодолеть это самого себя. А потом уже можно оглядываться назад и смотреть, догоняют тебя или нет. Я думаю, в первую пятерку войти нам по силам. Самая напряженная борьба развернулась среди команд органов местного самоуправления. Лидеры прошлого года Чебоксарский район и в этот раз показали самый лучший результат. Эта спорта-океада органов власти для нас всегда была желанной мероприятием. Потому что в Чебоксарском районе много спортсменов, можно сказать так, как желающих заниматься спортом. Много по всем направлениям, по всем видам могут показать результаты. Потому что в районе много возможностей, созданы они давно. В принципе, сегодня мы стараемся улучшать эти условия, чтобы каждый мог заниматься своим любимым видом спорта. Среди команд федеральных органов исполнительной власти первое место за Министерством внутренних дел по Чувашии. Все результаты пойдут в засчет спорта-океады. Впереди еще несколько этапов. Проходить они будут в течение всего года. Командам предстоит показать себя в 13 видах спорта. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее разговор по существу с руководителем управления Росреестра по Чувашии Екатериной Карпеевой. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова